Всем привет! Сегодня я сделаю грибную икру, но немножко не так, как вы себе представляете, а совсем по-другому. У меня есть шампиньоны, вот такие свеженькие, шикарные шампиньоны. Значит, нам их нужно мелко порезать, то есть сначала напополам, потом помельче. Резать нужно произвольно, потому что все равно это все будет у нас рубленное. И у нас еще тут есть тыква, которая тоже пойдет в икру. Так, наполовинки порезали все грибы. Теперь их шинкуем как попало. Природные шампиньоны гораздо ароматнее и вкуснее. Но за неимением оных можно использовать тепличные шампиньоны, а можно использовать замороженные грибы. Подосиновики, подберезовики, кстати, они очень даже ароматные и подходящие. Белые грибы для грибной икры я не люблю, потому что, во-первых, белый гриб уже избитый, все его везде используют, все с ароматом белых грибов делают и изотто, и различные блюда. Мне, например, он уже разонравился давно-давно. Вообще еще есть вешенки, но вешенки и не пахнут. Поэтому для грибной икры лучше всего использовать грибы, те, которые имеют яркий аромат. Вешенки в английском языке называются oyster mushrooms, то есть грибы с устричным вкусом или устричные грибы. Почему? Потому что у устрицы нет такого яркого вкуса. Она такая какая-то сопливая такая. И у вешенок тоже такой очень странный вкус, чем-то напоминает вкус устрицы. Поэтому если их, например, сделать с рыбным соусом, то вешенки становятся запахом не только устрицы, но и рыбы. Так, грибочки рубим произвольно в разных направлениях. Учтите, что во время обжарки все эти кусочки уменьшатся еще в три раза. Так, грибы готовы. В сковородку наливаем масло. Я использую обычное, подсолнечное, без аромата и вкуса. Оливковое не хочу использовать. Управляем грибы. Кажется, что грибов много, но через пару минут их станет мало. Огонь должен быть максимальный. Сразу же грибы солим, для того, чтобы они быстрее выделяли воду. Ну и опять же, вкус будет у грибов ярче, если они будут хорошо посолены. Теперь наш любимый приемчик, чтобы вкуснее было блюдо, мы его жарим. Когда мы его поджариваем сверху, мы даем дополнительный вкус. Вы же понимаете, что когда грибы дали воду, как таковой жарки не происходит. Поэтому мы помогаем просто сверху. О, масло горит. Отлично, запах уже есть. Смотрите, главное, чтобы ничего не горело, а только всего лишь чуть-чуть поджаривалось. Помешиваем. Вода уже почти вся испарилась. Теперь добавляем тыкву. Тыкву я мелко порезал. Почему мелко? Ну, для того, чтобы она быстрее готовилась. Так, добавляем немного масла и хорошо бы немножко добавить чеснока. Раздавил, порубил. Чеснок сюда. Теперь жарим вместе. Вот как чеснок моментально дает тот самый аромат, без которого русскому человеку жить сложно. Чеснок вообще мое самое любимое растение или самый любимый ингредиент. Ни одно блюдо без кинзы и чеснока не получается. Теперь пассируем все вместе до готовности тыквы, для того, чтобы тыква стала мягкой. Снимаем с плиты и перекладываем в тарелку, потому что это у нас должна быть холодная закуска. Пока она у нас не остыла, добавляем сюда кориандр. Смесь четырех перцев. Все это перемешиваем. Кориандр очень хорошо подчеркивает аромат грибов. Добавляем сюда немного лимона, а точнее лимонного сока. Тыква сладкая, поэтому нам нужно лимонным соком подчеркнуть вкус, добавить, усилить. Можно, конечно, добавить бальзамический уксус, но он чаще всего перебивает вкус, забирает на себя очень активно. Так, смотрите, активно мешаем. Тыква, которая у нас между грибочков, да, она приготовилась, мягкая. И она, вот ее можно даже немножко размять, для того, чтобы она распалась. И вот крахмал тыквенный или пюре тыквенное, оно завязало. Икра стала однородной. Дальше. Мы сюда добавляем вяльные томаты. Томаты мы используем для усиления вкуса, потому что мы все знаем, что в салатах, в закусках вяльные томаты дают очень классную вкусовую гамму. Но томатов немного. Посмотрите, кто любит томаты, есть поклонники томатов, они могут всю банку туда пью. Тогда у нас икра будет не из грибов, а из томатов. Так, не забываем, что их нужно мелко порубить. Мелко порубил томаты. И сюда их. Это получится сумасшедшая закуска. Дальше у нас все по-простому. Какая зелень есть, ту зелень используем. У меня вот тут под рукой красный базилик попался. Так, и немножко мяты, и немножко кинзы. Короче, кто что любит, то добавляет. Чем больше зелени, тем вкуснее получается закуска. Ведь весна, друзья, весна. А, если вы летом готовите такую закуску еще из лесных грибов, представляете, какая бомба получится. Перемешиваем все ингредиенты. Конечно, грибной икрой здесь уже не пахнет. Это больше уже такая овощная икра. Да вообще, вообще только грибами и пахнет. Грибы очень яркий аромат имеют, поэтому все, что не смешаешь, все будет грибное. Грибную икру можно использовать как закуску, сервировать в тарелке. Можно использовать как бутерброд. Вот такие хлебцы даете, кукурузные, хрустящие, на них накладываете и в путь. Можно украсить томатиками, можно украсить зеленью, можно украсить свежими огурчиками. В общем, я вам дал базу. Дальше вы смотрите, что с ней делать, как ее украшать по вкусу. Меня зовут Василий Мельяненко.